Здравствуйте, меня зовут Самойлов Дмитрий, мне 34 года, я оператор ДПУ в химическом производстве. Оператор ДПУ ведет технологические процессы на агрегатах нашего производства. Оператор на самом деле разнообразный профиль, бывают операторы видеосъемки, фотосъемки, бывают операторы колл-центров. Я оператор дистанционного пульта управления в производстве азотной кислоты. Пульт дистанционного управления это по своей сути обычный компьютер, ничем от него не отличается. Также монитор, мышка, клавиатура, ничего особенного. На нем только стоит программное обеспечение, которое связано с производством. На пульте столько же кнопок, сколько на обычном домашнем компьютере. Единственное отличие, что нам надо постоянно в голове держать несколько сотен параметров. Постоянно за ними следить и выявлять какие-то отклонения, чтобы не было всяких нештатных ситуаций. Дистанционный пульт управляет разнообразными механизмами, то есть клапана, отсекатели, электрозадвижки, насосы. То есть все органы управления агрегатом. Один дистанционный пульт управляет одним агрегатом. Пульт дистанционный. Работники нужны для того, чтобы управлять процессом. Потому что ключевое слово в названии, он дистанционный, не автоматический. Люди для него нужны. В штатном режиме для одного пульта достаточно одного оператора. В случае каких-то нештатных ситуаций мы работаем и по двое, и по трое. Общение на работе нужно обязательно, потому что постоянно выходят какие-то изменения, модернизации. То есть не обсуждая этого, могут возникнуть всякие несогласованности в работе цеха и в целом даже завода. И личное общение тоже важно на работе, потому что у нас работа очень такая умственно нагруженная. Поэтому без какой-то эмоциональной разгрузки в течение дня очень тяжело. После работы я устаю от умственной нагрузки, потому что целый день надо держать в голове большое количество параметров, процессов, за всем вести контроль. То есть очень тяжело. Головных болей не бывает. Чисто эмоционально тяжело целый день контролировать. Работу на дом взять не могу, потому что это сделано в целях безопасности. Если каждый из дома сможет управлять, могут возникнуть разные несогласованности. То есть одно дело в цехе, а другое дело дома. Плюс тут общение уже во время процесса идет с людьми и по рации, и по телефонам. Из дома очень тяжело будет управлять производством. Для этой работы подойдет любой человек, у которого есть чувство ответственности, потому что производство довольно-таки опасное, и оператор в полной мере несет ответственность за работу цеха и за жизнь людей.